Всем привет дорогие друзья! Сегодня, а точнее сейчас, я поиграю за Арнор против Бильбо, который играет за Гондор. Вы смотрите мод Эннарад. Я решил не записывать реплей, а поиграть сам. Так, я убежден, что против Гондора надо играть в лес Кардалана, то есть мы играем либо в Хилку, либо в Рог. Пока что, наверное, не буду ничего выбирать. Он ожидает от меня, ну мы брали фракции сами, разумеется. То есть он ожидает от меня, что я построю Карта Энна, пойду сюда. Соответственно, он может прям со старта сделать себе Кавалерию, чтобы это прокондрить. Либо каких-то лучников штампануть. Мы можем... Мы можем сделать то же самое. Мы можем выйти либо в Кавалерию, Либо в Копейщиков. Ну-ка, ну давайте мы выйдем в Копейщиков. Нам не нужен Карта Энн. Сейчас заберем сигналочку. Если мы будем играть в Копейщиков, то тогда мы выбираем баф на урон. Ну-ка, давайте еще построим Кавалерию здесь. За время постройки казармы мне хватит денег, чтобы построить отряд Копейщиков. А он не будет меня преследовать? Окей. Отошлем подкрепление. Сейчас нам обязательно нужно построить еще одну ферму, потому что экономики, дабы подстраивать Кавалерию и пехоту у нас нет. Просто нет. Мы можем по одному отряду мечников сейчас строить и все. Так что мы сделаем себе еще одну фермочку. И подождем. Чутка подождем. Сейчас с Копейщиками соединимся. Вот кавалерия подоспела. Можно потом сюда отправить какой-то отряд мечей. Забрать варгов, потому что нам очень надо сюда вот пойти. Тут куча такой территории, закрытой. Куда он не будет смотреть в первую очередь, по крайней мере, я так надеюсь. Ну, я обычно не смотрю. И здесь выгодно застроиться. Ну и плюс мы получим еще и деньги небольшие за варгов, что тоже очень даже меня радует. Так, у нас Кавалерия вышла. Сразу же Бавчик. Он не юзает стену щитов, то есть мы мечами танчим, копьями просто дамажим, потому что ими танчить нет смысла. Мне казалось, я ставил точку сбора. Видимо, я ошибаюсь. Очень сильно. Так, еще экономики. И в целом нормально себя чувствуем уже. Заказываем мечников сразу же. Просто потому, что нам нечего больше делать в плане вложения денег. У нас оба рабочих заняты. На Кавалерию нам не хватит. Много Кавалерии нам не нужно. Кстати, это просто байт на то, чтобы он строил больше копейщиков и меньше лучников. Вот и все. Сразу же уезжаем. Не нужно, чтобы она мелькала у него перед глазами, эта конница. Принимаем удар второй варга. Вот теперь переключаемся уже на агрессивку без стойки щитов и добиваем их. Хотя нет, не будем строить больше конницы. Так, отходим. Ух ты, вот этот поворот. Он вышел в Берегонда. Берегонда уешет. У нас все покоцаны. Мы не сможем его убить. Я хочу построить Арафанта. Но походу мне понадобится Аронарт. Потому что надо убить Берегонда. Ой, я недоконтролил. Это просто печаль. Может хоть один спасется. Так, двойка спаслась. Нормально. Видимо, мы будем играть в Аронарта как саппорт нашей кавалерии. Нам понадобится 500 монет. То есть еще 200, чтобы построить фонтан. Иначе некого будет саппортить. Давайте мы уйдем сюда. Я вижу, что он там в центре что-то построил. Мы это пронесем. Союз мы выберем гондорский. Чтобы Аронарт был рыцарем. Он подкачается быстро с кавалерией. И мы таким образом построим себе Иссельдора. Чтобы он нашего Иссельдора бафал. Вот и все. Так, отходим. Отходим подальше. Отходим на его базу. Смотрим, что у него по войскам. У него тут... У него, кстати, не густо так-то. Вообще не густо. Он тролля забирает, походу. Но сейчас мы ему помешаем. Окей, вот это уже густо. Гуще, я бы сказал бы так. Сейчас кавалерия приедет. Так, давайте мы поставим. Грейды нужны. Так, вот это мне не нравится. Потому что там у него копейщики. Сразу же на копейщиков отправляем свои войска. Врываемся в его ряды. Что у нас тут еще не застроено? Ну-ка, давайте мы уйдем вот сюда. Отходим. Да, кажется, его... Его копейщики практически убиты все. Ну и мои войска тоже практически все подохли. Итак, мы смогли прокачаться. Ну-ка. Отлично. Теперь бы не умереть. Я недоконтролил им. Моя кавалерия покоцана, но она жива. Эти челики восстановились. Делаем грейд. Делаем скидку. И сейчас у нас будет довольно-таки неплохая пачка. Кавалерии. Которую мы будем использовать для Хараса и его экономики. Да, он сейчас несет эту ферму. Пусть, пусть это делает. Я не буду ему мешать, не буду ее сносить. Пусть, пусть немножечко время потеряет. Так как мне нечем защищаться пока что, поэтому. Фокусим копейщиков. И сразу же уезжаем. Ставим здесь лес. Да, да. Выгоднее было бы сейчас призвать хоббитов, но... Карта большая. Мы играем довольно-таки долго. У него может быть боромер. Все, отлично. Мы отбились. Гоним его дальше. Запаливаем ферму. Он мыслит, как я, короче. О, я вижу даже здесь. То есть он... Он поныкал кучу всего. Ну, правильно, конечно же. Все правильно. Делаем... Хотя нет, я передумал. Не делаем скидку. Сейчас я отменю ее. Строим Исельдура. И к моменту, когда у него, возможно, появится боромер. Мы его легко убьем. Так, мой косяк. Моя пехота побежала за ним. Так, это у нас будет три. И уходим вот сюда вот. Наверное, уже нет смысла биндить конюшню. Мне больше не нужно кавалерии. О, как. Вот такие дела. Ну, кстати, он сигналку не захватил до сих пор. Мне это на руку. Блин, мы, короче, зеркально прям мыслим. Так забавно выглядит. Так, он снес, походу, да? Давайте мы сюда поставим башенку. Ой, я решил, что это моя. Вот дурак. Так, нормально. Мне удалось тут все зачистить. Отправляем нашу пачку сюда. Теперь делаем скидку. Так, что тут у него? У него куча копейщиков. Значит, значит, нет смысла с ними драться. Кавалерией. Попытаемся накрыть Боромера. У нас есть герой, который отбрасывает. Замечательно. Бавчик. И это минус 2300 для него. Отлично. Тем временем у нас уже шестой уровень. Ну-ка, ну-ка, давайте поставим обелиск. Там где-то у него герой. Вот, 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 вот. Я пока не буду проюзывать ничего. Потому что мне кажется, что не нужно. У меня больше войск. Так, давайте-ка построим Арафанта. У нас есть скидка. Значит, можно... Можно кавалерию подстроить. Серьезно? Ёшкин кот! Я потерял самого дорогого героя своего. Он жив еще и остался. Вот это, ё-моё, поворот. Давайте попытаемся кавалерии подкрысить. Вот что значит самоуверенность. Излишняя самоуверенность моя. Мы не сможем его подкрысить уже. Видам. Ну, минус рабочий. Ну, в принципе, ладно. Боромер. Боромер умер. Идем на равных пока что. Плюс у нас скоро будет призыв Орлов. Что очень хорошо. Я вижу, тут нет копий. А, он, походу, понял, что я пытаюсь его забайтить. Жаль, жаль, жаль. Но, все равно удалось. Отлично. Я удивлен, что он не играет в кавалерию. Особенно на такой огромной карте. Так, нужно вместе ехать. Ездить, то есть. И я бы еще построил Глора. Хотя можно и Генбомфа. От Арнора никто этого не ожидает. Ну-ка, давайте быстренько свичнемся. Вот так вот. Может, мы его убьем. И нам не понадобится лес. Да, он рискует. Он сильно рискует сейчас. Уезжаем. Так, бля. Наверное, значит, что он потерял Боромера. Теперь поставим лес. Просто потому, что этот челик ауешет. Чтоб у нас брони было побольше. Минус. Еще один. И. ГГ. Теперь у нас скидка. У нас целая куча бабла. Соответственно, куча войск будет. У нас есть призыв орлов. И мы побеждаем. Давайте еще вот сюда поставим казарму. Ну, а здесь мы поставим кузницу. Чтобы бафнуть. Ой, пардон. Чтобы заградить всем броню. Давайте Блейдмастер. Блейдмастер просто ради того, чтобы он быстрее прокачался. Он пишет какие-то задержки. Блин. Я даже не знаю, что написать. Хреново. Из-за меня. Или из-за курсивности. Хотя, вроде он не курсив был. Ну, походу все. Матч закончился. Мне просто стоит подождать. Хотя, на самом деле, я могу попытаться сейчас. С помощью этой кавалерии и орлов пронести крепость. Такие дела. Всем спасибо за внимание. До встречи.